Ну что, победитель первенства Казахстана Виктор Молот, это его прозвище, Виктор Ижак на самом деле так зовут этого спортсмена, но это уже опытный боец, ему 33 года, есть у него другое еще прозвище, его также зовут Кувалда, так его называет его тренер. Мы когда об этом узнали, немножко запереживали за его соперника, сейчас вы узнаете, кто это. Ну а Виктор Ижак сейчас тренируется в Челябинском клубе профессионального бокса чемпион, так что его тоже можно называть смело нашим спортсменом. Ну а соперник у него 18-летний Челябинец Константин Пономарев. Давайте дождемся его объявления, да. Ну вот вы видите сейчас Виктора Ижака, 33 года этому человеку, я так понимаю, серьезный у него послужной список. Ну боксер опытный. На самом деле, может быть я что-то неправильно понимаю, но у него всего 6 боев у меня написано, 4 победы из них 2 нокаута. Скорее всего это какая-то ошибка, но давайте посмотрим. Здравствуйте, из Челябинска, приветствуйте! Константин Поноварев! 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 Ну вот давайте посмотрим на Константина Поноварева. Это уже молодой боксер из Челябинска. 18 лет кости. И по продвижу талант, видимо это какой-нибудь аванс ему дается, да? Ну, наверное, шесть боев, шесть побед, несмотря на свой довольно юный возраст провел. И, наверное, знаете, есть разные мнения, когда надо переходить в профессиональный бокс. Некоторые считают, что надо иметь сначала карьеру на любительской боксе. Серьезный опыт и какие-то победы на любительской ринге, да? Да, приводят другие примеры. Можно и примеры и за, и против привести, что, значит, чем быстрее спортсмен адаптируется на профессиональном ринге, тем ему дальше будет легче подниматься по лестнице профессионального бокса. А вообще это достаточно сложный переход из любительского бокса в профессиональный? Я, конечно, понимаю, что там другие правила немного. Там другое время боя прежде всего, да? То есть либо ты делешься 12 раундов, либо 3 раунда. Но кроме этого какие-то еще другие вещи есть? Ну, естественно, и подготовка разная, и, знаете, как и перчатки 8 унций. Здесь приходится более жесткое единоборство. Но вообще-то здесь все по-другому. Начиная от подготовки. Ну, не знаю, знаете, у кого на адаптацию мало времени уходит. Кто-то так и, перейдя из любительского бокса в профессиональный бокс, допустим, имея хорошую карьеру на любительском боксе, не всегда добивается успехов на профессиональном ринге. А некоторые, наоборот, особо не имея побед на любительском боксе. В любителях раскрывается в профессионалах, да? Вот, например, Роман Кармазин. Он в любителях ничего не выиграл, а стал чемпионом мира среди профессионалов. Так выступает за Казахстан. Это объявляют Константина Пономарева. Да, наш молодой боксер не знает поражений. Вот стоят его секунданты. Вот мы видим Геннадий Иванович Савин, наш известный специалист в мире боксер. Вот справа стоит, помогал Казахстану Пономареву готовиться к бою. Вот последнее наставление. Это команда, которая помогала в свое время Геннадию Ковалеву добиваться его вершин. Ну что, шесть раундов нас ждут по три минуты. И между каждым раундом минутный перерыв. Это, видимо, начало профессиональной карьеры, да? То есть, когда шесть раундов... Нет, вообще-то начинается с четырех раундовых боев. С шести раундов это следующая уже ступень. Но так как Константин уже провел шесть поединков, ну, вполне правильно, что его тренерский штаб уже дальше его ведет. То есть, постепенно наращивается? Конечно, да. Он должен адаптироваться. И то, что, знаете, как вот соперник, ну, конечно, допустим, его противника... Виктор Ижак. Да, Виктор Ижак он не относится. Я бы не назвал его таким, знаете... Профессионалом, да? Нет, он профессиональный боксер, но таким уж соперником опасным. Хотя любой соперник, он таит все угрозы. Нельзя выходить на поединок, не мотивированным на победу. Ну, правильно ведут Константина Пономарева, его промоутера, его менеджера. Ну, вот, такой вот, знаете, даже по первой минуте боя расслабленный Константин Пономарева... Константин Пономарева попал. Сейчас, знаете, вот такая традиционная разведка, можно ее назвать. Соперники присматриваются друг к другу. Естественно, каждый хочет понять, а какие же его действия, какие его удары достигают цели. Ну, пока вот смотрите, вот я смотрю, уже раз за разом, вот, уже два-три раза удара справа Константин Пономарева, вот он меняет стойки, достигают до цели. Вот левый боковой доходит до цели. Я смотрю, вот цель я такая. Цель я хорошая, да. Ну, вот про Виктора Ижака, кстати, говорят, что у него практически отсутствует инстинкт самосохранения. То есть, с одной стороны, это, наверное, для стойкости, для терпения боксера хорошо, но, с другой стороны, это страшно, мне кажется. Ну, вот его, во всяком случае, тренер Юрий Кабулов утверждает, что он готов умереть на ринге, но не отдать поединок. Ну, конечно, вот бойцовские качества, естественно, они очень много играют во время боя. Ну, вот разница в возрасте, это ведь тоже очень важный фактор. По большому счету, молодого боксера меньше опыта, но у него больше силы терпения, мне кажется, или нет? Больше силы терпения, посмотрите, даже вот как вот сейчас красиво Константин Пономарев уходит влево-вправо. Смотрите, вот раз за разом его удары достигают цели. Почему вот они достигают цели? Потому что фронтально стоит перед ним его противник и уже нащупал свою ударную дистанцию Пономарев. Вот он раз за разом, смотрите, левая рука у него, передняя, работает очень довольно эффективно. Она-то как, своеобразно, такой целеуказатель. Нащупает он... Как радар такой, да? Сначала нащупал слабое место, а потом правый посылает. Да, тяжелая артиллерия справа идет. Все, закончился первый раунд. Вот по первому раунду, на ваш взгляд, предпочтение какой-то боец имеет? Да, конечно, да. Ксения Пономарев значительно лучше. Кстати, даже знаете, вот как он сейчас идет, он даже практически не устал. Спокойно дышит, грудь у нее меркло вздымается. То есть, это говорит о том, что спортсмен психологически устойчив. Ну, смотрите, влево-вправо уходит, такой гибкий. Мне вот лично он нравится. Несмотря на то, что молодой, в общем-то, боец, 18 лет, только первые шаги делает. Примерно одинаковые бойцы и по росту, и по росту чуть-чуть, по-моему, Костя повыше. Не, выше Пономарев, и он, кстати, очень удачно использует свое преимущество в росте. Это за счет этих прямых ударов он набирает очки, вот эти точные попадания его прямыми ударами. Смотрите, вот он точными, вот эти то одиночные, то серии. И очень так хорошо. Он фактически не дает привыкнуть сопернику, да, к себе, к своим каким-то ударам, все время что-то изобретает на ринге. Передняя рука у него как... И знаете, вот смотрите, вот он, вес тела у него равномерно на двух ногах, он все время так готов смещаться, то влево, то влево, то влево, бьет навстречу, вызывает противника на себя, и тут же у него идет, следует встречный прямой удар справа. Ну вот шанс для ветерана, для человека, который долго боксирует на ринге в таком бою, постараться выиграть в первых раундах? Здесь, вот, я знаете, как обычно, вот, как тренер, вот думаю, что бы я посоветовал сейчас бы противнику Константина... Виктору Ижаку, да. Виктору Ижаку. Ему надо постараться идти вперед, работать первым номером, но, знаете... Зарабатывать очки. Да, но идти вперед не бездомно, он, знаете, зачастую бросается в атаку. Все его вот эти вот броски, эти все движения Константин Томарев он видит. Он контролирует своего противника, и тут же идет встречный или боковой удар слева, или удар справа прямой. И вот, знаете, такой, как я так сказал же, вот сейчас Константин Томарев он играет... Как кошки и мышки, да? Да, как кошка с мышкой, дает ему работать то первым номером, то сам идет вперед на него. Единственное для него задача это не заиграться в бою. Не пропустить хотя бы один удар, да, который может стать решающим. Ну а Виктор Ижак, видимо, ждет того удара. Не зря ему дали кличку «Молот». Ждет возможности нанести такой удар. Ну, очевидно, в его арсенале вот есть жесткие удары. Конечно, он будет постараться переломить ход поединка, пока он, на мой взгляд, складывается не в его пользу. Ну, каких-то таких вот особых, особого преимущества вроде бы и нет, но видно, что контролирует бой молодой боксер. Какой-то такой удар. Опять, смотрите, встречные удары. Слева, справа достигают два цели. И бьет он, знаете, раз за разом, смотрите, как жестко. Сейчас хорошая серия. Продолжается, продолжается, да. Уже потерял немного. Нахватался этих ударов и находится в Гроге. Грог это что? Ну, в такое состояние, которое близкое к нокдауну. Знаете, вот все плывет перед глазами. Вот несколько ударов. Грог это, по-моему, напиток есть такой еще. А это Гроги. А Гроги? Да, Гроги. Наверное, такой же, может быть, это корень один, может, когда напьешься такого напитка в состоянии, что тебя шатает. И также от пропущенных ударов шатает боксеру на ринге. Но здесь, знаете, что-то скрывается тогда, если вот, в отличие от любительского бокса, боксер третьей точкой коснется на силу ринга. СПК он стоял на двух ногах. Вот тоже, по-моему, прошел удар у Виктора. Попадает, попадает. Но, может быть, здесь вот самое главное, чтобы, говорю, Константин Пономарев не заигрывался на ринге. Потому что он чувствует, что выигрывает бой. Об этом, естественно, ему говорят его секунданты. Он может немного расслабиться, потерять концентрацию, да? Да. Здесь, я все-таки не знаю, насколько вот такой вот мощный нокаутирующий удар есть в арсенале боксера из Казахстана. По-моему, там уже немного разбит нос, да? И нос разбит. И вот даже смотрите, вот как вот он выглядит. Выглядит он, вот в отличие от своего соперника, не лучшим образом. А это, вы знаете, как вот Андрей, сказывается пропущенный удар. Ну, там была серия такая вот в конце, не в конце даже, где-то минут за 40 до окончания второго раунда. Там пропускал ударов Виктор Ижак. Пропускает, пропускает удары. И вот он не может... Знаете, вот если такое мое мнение, что... Если же Константин Пономарев вот нашел ключ, подобрал ключ своему сопернику, уже как бы почувствовал, узнал алгоритм боя своего противника, то вот его противник из Казахстана вот так и ключика не подобрал к своему противнику. Ну, скорее всего, ждет этого возможности, какой-то оплошности, возможно, молодого парня. Будет чувствовать себя сильно близко к победе. Воспользоваться оплошностью, посмотрим. Ну, да, как у него дальше вот пойдет, будет развиваться поединок. Ну, знаете, вот Андрей, вот пропущенные удары, они сказываются прежде всего и на физической подготовке. То есть, допустим, был спортсмен, хорошо готов, мотивирован, потом пропускают удары по корпусу, они сбивают дыхание, пропускают удары в голову. Они, знаете, они психологически действуют, угнетающе. Они, вот, был у тебя один настрой на бой, надо обладать очень такой железной волей, чтобы поединок ты проигрываешь. Вытянуть поединок, который практически уже проигрываешь, до конца вытянуть и дождаться этой возможности. Ну, на самом деле, я думаю, такие примеры есть, и каждый боксер об этом прекрасно знает. Это удар за ударом. Разбит нос у Виктора. Опять же это затрудняет дыхание, правильно, если нос разбит? Конечно, это уже дополнительные такие трудности создает для спортсмена в бою. Кстати, вот чувствую, вот я вот, вот вижу, чувствует все противник Пономарев. Вот он... Ну, можно сказать, что он не торопится опять же побеждать, то есть он методично выполняет свою работу и вот набирает опять же очки спокойно. Ну, убирает, да, и знаете, вот он раз за разом вот удары достигают до цели и вот такой вот сейчас я не позагидываю. Я думаю, это совсем прямой удар проходит, что-то, да. Пожило боксирует Казахстана. Пропускает он удары. А еще минуту в третьем раунде нужно боксировать. Не знаю, выстрелит ли Виктор из раунда. И шесть раундов. Да, шесть раундов, но... Как хорошо, и по корпусу бьет, и переводит атаки на голову Пономарев. Но вот смотрите, вот только-только пытаясь покупку делать, все-таки финиш у боксера Казахстана, все-таки он станцию поддерживает, старается боксировать. Видимо, чувствует себе силы? Ну, конечно, боевые качества у него неплохие, о чем говорил его тренер. Но здесь, знаете, мне кажется, больше он сейчас уже, как говорят, на автопилоте боксирует. Почему? Потому что эти пропущенные удары, они раз на раз ноги опять попали. Опять попали, да. Вот видите, да, все. Сейчас нет. Осталось десять секунд до конца раунда. Нет, иногда он и не будет. Иногда он и нет. Хотя, мне кажется, что... Продержится, скорее всего, этот раунд, Виктор. Да. Здесь, знаете, вот такое выражение «спасительный гон». Он...